Микс Ньюс Глава цик Кристина Берзина у нас сегодня в студии Немного вы так устала смотрите Вроде как уже время прошло Отдохнуть время тоже, наверное, было Было ли? Ну, вообще-то нет, доброе утро Доброе утро Ну, еще у нас последние такие Тоже мероприятия, которые Связаны с выборами Ну, может быть, тоже слышали, что Подано в суд Так, заявление об оспоре То мы сейчас готовимся К этому процессу, так что еще Выборы, ну, совсем Не кончились Отголоски все вот эти, они вас еще преследуют А я думала про автопартия Какой-то говорить, то есть уже самое страшное Позади, теперь можно и по бокалу Шампанского Про выборы, если говорить, вот в день Выборов, выборы Европарламент Как-то у нас традиционно считаются такими Если вот по такой вот лесенке Они на самом низу И перед выборами вы тоже говорили, что это Такой будет тестовый режим Проверят, прокатают Ту систему, которая должна работать На выборах в Сейме Это вот та самая система, которая Прошу прощения, не заработала Первый день, несколько часов она работала И потом что-то пошло не так И даже в первый день Вот знаю по отзывам коллег Тех, кто в первый день пошел голосовать Все равно, несмотря на то, что вроде как Было заявлено, что это такая электронная связь Между всеми избирательными комиссиями Члены избирательной комиссии сидели все равно с листами Искали списки, что-то вычеркивали Все равно кипа бумаг Вот расскажите, что и как, почему так? Нет, ну так и было задумано Это не была совсем электронная система То, что мы пробовали Это обмен данных на участках Чтобы поменять участок избирателя И это процесс такой, ну длинный Не только просто зарегистрировать избирателя в систему Этот процесс, который прошел, был такой Придет избиратель на участок, не свой Тогда комиссия зарегистрирует его в систему Узнает, какой участок избирателя Поддает, ну как где-то, да, ну, зыню Сообщение Сообщение ее И участок избирателя Там комиссия проверяет Не проголосовал уже этот избиратель Вычеркивает его из списка Которые бумажные списки, да И тогда отдает это сообщение обратно И тогда можно проголосовать Это такой процесс длиннее Чем только просто пришел, зарегистрировал электронно свой выбор и все А почему не может быть? Ну мы так, знаете, со стороны обывателя Поэтому, может быть, у нас такие вопросы примитивные Почему не может быть общая система Где поставлена галочка И, ну, сразу все видно Не нужны вот эти вот бумаги То есть это все в электронном виде Видно, что там вбивают имя, фамилию А галочка напротив стоит Значит, он где-то проголосовал Это может быть, но в этот раз у нас для такой системы Когда все избиратели зарегистрироваются на участке электронно Не хватало денег Просто нам дали столько денег Чтобы мы могли попробовать вот этот один метод Когда меняется участок Но вот, чтобы всех зарегистрировали Для этого денег не хватало То есть, в принципе, это возможно? Это возможно, да Это, наверное, тот путь, который мы и будем идти дальше Но на эти выборы это еще не было Вы были у нас буквально перед выборами в эфире Были настроены очень оптимистично Вот сейчас, да Спустя, в принципе, самый, наверное, тяжелый уже период Как вы можете вообще оценить и свою работу И работу коллектива? Потому что ваш адрес был достаточно много критики Я думаю, вы все тоже это читали и видели Вот, может быть, как-то можете прокомментировать Давайте ответ теперь Да, ну, здесь было две проблемы на эти выборы Ну, как-то, две ситуации Одна, эти письма об участке, да, которые избиратель не получил Это не наша, не наша Вина Да, вина или проблема Эти письма посылает Пилсон Липс Миграции Лето Парвел Да, совсем другое Другое Как это? Есть-то Очуждение Да Ну, конечно, все, что связано с выбором Избиратель думает, что Центральная избирательная комиссия Все это не так сделала Ну, да, конечно Но что касается системы Это наш проект Но тоже, ну, потому что Ну, я так считаю, потому что Была эти проблемы с этими письмами То люди искали другой способ проголосовать Ну, если им рассказывать, что можно идти голосовать на любой участок И наши избиратели уже знают Как у нас опыт тот, который у нас на выборах парламента Что мы можем идти куда угодно И там скоро, и все хорошо проголосовать Но вот это как-то смешалось вместе Потому что вот такая ситуация была И люди как-то приняли, что и на эти выборы Ну, вот все будет так же, как на парламентских Ну, у нас на эти выборы совсем другая система Ну, как мы регистрируем избирателей И, по-моему, думаю, это потому и сложилась ситуация А почему система-то другая? Почему не дать людям голосовать там, где им удобно? Я, например, могу точно сказать, что я не проголосовала Потому что мой участок находился где-то на Тейке условно Я в это время была в центре и в Эдзаках с детьми Вот вообще не по дороге И хороший день, да? И, соответственно, тут даже дело не в сознательность Это же просто неудобно Ну, когда выборы в Европарламент То на всех странах, во всех странах Евросоюза Эти списки избирателей используются И у нас тоже, потому что у нас возможность, например, в Латвии Голосовать и другими гражданами Евросоюза И нам надо их где-то, ну, вписать Вносить в списки Да, вносить в списки А наши, например, избиратели на эти выборы Могут голосовать, например, в Ирландии, где они живут, проживают И тогда нам надо их вычеркивать Вычеркивать Да, из наших список И вот Европарламентский выбор Это вообще, ну, без список никак Такая же ситуация, когда мы выбираем самоуправление Тоже списки нужны, чтобы знать Какое самоуправление вы можете, ну, так, выбирать То есть, если бы была электронная система Мы могли бы голосовать на любом участке А так как мы привязаны к одному Есть список, надо нас найти и вычеркивать Да, да, да Все, все Надевайте наушники, выбирайте на звонок Был звонок И перезвоните нам, пожалуйста, 672-12-93-9 672-13-93-9 Доброе утро Доброе утро Госпожа Берзиня Вот то, что есть такая поговорка русская Бодливый коровик, бог роги не дал Это я про себя Вот прихожу на выборы И смотрю, значит Вот сейчас последние выборы 8 мест есть А там написали по 15-16, по-моему, один даже 19 кандидатов туда написала И написала партия То есть партия не может определиться Даже в таком понятии Сколько им Кого они хотят Чтобы прошел этот Европарламент На выборах Когда идем На выборах САИН, например Тоже Там, значит Партия рассчитывает Там на сколько-то мест Бог знает Сколько В 10 раз больше Если на все взять У них кандидатов Так вот Я говорю Чтобы я бы Вот подумал бы Чтобы легче было избирателям Я бы предложил бы Вот Я бы предложил За каждого депутата Ну, скажем По тысяче лад Чтобы вносили залоговую сумму Вот Те, кто Не прошли Те, которые Не прошли Ну, сколько человек Не прошло Вот это с партией И удерживалось бы Поскольку Мы же тратим деньги На выборы Да, вот На эти Липовые списки И все прочее Мы тратим Государство Тратит Или мы Тратим на это деньги Спасибо Так пусть они тоже Чем-то рискуют Тогда, может быть Меньше будет Писать туда Этих людей Меньше будет Пускай определяются Сколько они думают Человек пройдет Спасибо большое Что скажете Ну, да На эти выборы Тоже Было Ну, кадроши и баснауда Не знаю, как проски Да, это залоговые деньги Залоговые деньги Это 1 400 евро За список Ну, так Ради слушателей Хотел За кандидатов Но у нас Такой залог За списки Ну, конечно Он Ну, на Сей день По-моему Слишком Маленький Я так Тоже считаю Он, может Был бы Больше Потому что Не менялась Эта сумма Уже Ну, не знаю Уже Сначала Когда эти выборы были Ну, с 2004 года То есть, вот эта сумма 1400 Да, такая и осталась Да А что с ней происходит Когда И там Если список не выбирается Если список не выбирается Тогда эта сумма Вчитается в бюджет Государственный бюджет А если Хоть один мандат Получает список То Тогда Эта сумма Мы отдаем Партии обратно Но это Не центральная избирательная комиссия Нет Это То есть, эти деньги В бюджет В государственный бюджет Или в бюджет Центральной избирательной комиссии В бюджет государственный Да Примем еще один звонок Сразу Дайте наушники Доброе утро Доброе утро Я вот тоже получила Конверт Он был совершенно Пустой Без всяких Печати Обычный Белый конверт И в конверт Вложены Вот данные С моим номером Мои данные С моим номером Избирательного Избирателя И в результате У меня Возникли Какие-то Сомнения А в чьи руки Вообще Попали мои данные Потому что Ну обычно На конвертах Ставится Хотя бы Какая-то печать Ну я Это знаю Потому что Я участвовала В избирательных Компаниях И как Член избирательной Комиссии И еще До 90-го года Не будучи членом Никакой партии Также участвовала В избирательной Компании И меня Мягко говоря Удивила Вот такая Организация Когда получаешь Конверт Без всяких Опознавательных Знаков Спасибо Спасибо Непонятно О каком Конверте Речь идёт Если на участке То надо было Быть Конвертом С печатью И там написано Что эти Ну например Выборы Европарламента Но может быть Это речь Об конверте Который По почте Про Где ваш участок С участком Но это письмо Ну информационное Письмо Там никакой Печати Не ставится Не должно быть Ну не должно быть Если Ну может быть Не знаю как Курьер Если поставил Но если через почту Идёт Тогда почта Когда какую-то Печать ставит Но здесь Может быть И была Такая ситуация Что просто Курьер Принёс Эту письмо Ну да Она белая была Но данные Персональные На этот раз Не были Полностью Видны Там были Звёздочки Где-то Ну чтобы Чтобы Не было так Что ваш Обезопасить Да Персональный код Был виден всем Вот вы сказали Что управление По делам Гражданства и миграции Рассылало эти письма Но всё равно Спрос с вас Как с организаторов Выборов Не было бы логичнее Тогда всё-таки Ваше видение Всё это передать Чтобы вы Да Уже от начала до конца Ну здесь Ну здесь одна Такая проблема Что регистр избирателей Он Делается Из регистра Жителей И этот регистр Большая Большая система Которая управляет Именно Гражданство Миграция И поэтому Ну не знаю Как же мы Могли С них Взять Данные Только для Избирательного Регистра Ну может быть Но тогда у нас тоже Центрисбирком У нас 14 работников Да Стратургей Постоянно Если у нас будет Эта функция Ну конечно Всё Можно 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 И так И можно И так Но тогда у нас тоже Но да уже Не знаю Целый отдел Который будет заниматься Вот такими делами А вам Лично вам Не было обидно Когда после выборов И вообще в процессе выборов Очень сильно критиковали ЦИК В частности Вот перепутали Вот письма Там И так далее И так далее Вспомнили Вот Циндерса Может быть его обратно вернуть Потом я При этом я помню Когда вы приходили Вот в эфир до выборов Вы не то что там Оптимистично были настроены Вы действительно Как-то с большим желанием Взялись за это дело Это такая достаточно Большая вам досталась Такой Ну не знаю Объём работы Вот Как сейчас Вот спустя уже Какое-то время Вы можете оценить Там или не знаю Может вам обидно было Может вы не хотите больше Этим заниматься Скажите Вы видели меня все Пойду я от вас Не буду врать Что это очень легко Было Но я работаю В этой сфере уже долго И я знаю Что выборы Ну такие Ну они такие есть Что люди Когда Ну что-то не так Они всё время Будут думать Что Центризбирком Это Виноват Потому что Ну так Люди Ну думают Просто Что всем Что организуют Выбор Это ЦИК Ну конечно Обидно было Что такая ситуация С этими списками Вышла Конечно Ну так что Сюрприз Что Ну не знаю Что так люди Воспринимают Не было Потому что Это традиционально Так Ну это всегда Так было Что взять Так сказать Просто злые Просто злые люди Вы хотели После выборов Оценить Какие изменения И улучшения В системе Необходимы Вот сейчас Помимо того Что они может быть Уже оценены Скорее всего Какая О какой сумме Идет речь Как вы думаете Сумме Сколько нам нужно Да Какие должны быть Финансовые вложения Для того Чтобы скажем Эта система Всё-таки была Вот В том виде В таком Максимально идеальном Ну я Я хочу сказать Что система У нас Ну Выработана хорошо Она работала Ну Она работает То что Было Почему она не работала Какое-то время Это было Связано С Дрожь Ибо с Безопасностью Да С безопасностью Системы Это не наша Компетенция Система Как такая Работает Так что мы можем Её использовать То что надо улучшить Конечно Чтобы было быстрее В участке Как вы сказали Что долго там Надо было Иногда ждать То нам В участке Нужно Например Сейчас у нас Один компьютер Был Ну Было бы Хорошо Если было Два Ну например Вот такое Что можно улучшить Ну а сколько Это В денежном Таком Не знаю Объёме Ну то есть Взять и перевести Всё это в электронный вид Я проснулась Утром Зарегистрировалась Под своим Интернет-банком Я проголосовала Вот мои данные Вот я зашла С интернет-банком Там вы не сможете Никогда Ну то есть Это можно же Всё Продумать Вы говорите Об голосовании В интернете Это примерно 3 миллиона Стоит Ну так Ну а вы говорите О компьютере Который стоит Ну тысячу Наверное Полторы Максимум Это Ну вот Просто вот так Звучит Очень странно Неужели Настолько не приоритет У нас Выбора Что не могут Компьютер купить Ну нет У нас Тысяча примерно Участок И когда это Всё вместе Сложить То получается Большая сумма И это Та же самая Ситуация С зарплатой Например Ну как мы Думаем Что если Зарплата Участковых Комиссий Должна быть Где-то Ну тоже За час Как средняя Зарплата Например Власти То тогда Это уже сумма Например Нам ещё нужно 1 миллион 800 тысяч Примерно И когда это Всё сложить Вместе Получается Очень большая сумма Потому что Много Участок Много Сотрудников Участковых Комиссий Здесь Да Но про систему Я думаю Что Ну где-то 500 тысяч 600 тысяч Это было бы Так Оптимально Потому что Наша система Могла Быть С той функцией Которые Когда И всех Избирателей Которые Пришли Голосовать Их Зарегистрировали Онлайн Сейчас Сейчас Когда Объездили Эту Систему Попробовали Её И Понятно Все Эти Слабые Места До Следующих Выборов Это будут Выборы Самоправления Уже Через два Года Вы За эти Деньги Будете Бороться Как Что У избирателей Есть Нужда Голосовать Не на своем Участке Например Выборы Самоправления Чуть Чуть Отличаются Например Тогда Эта система Будет Работать В рамках Самоправления Вы Не сможете Там Не знаю Из Латгалли Присти В Ригу Если Вам Место Жительства Латгалли То Вы Не сможете Голосовать За списки Риги Например Но В рамках Самоправления Я думаю Что Было Было Нужно Чтобы Люди Могли Голосовать На любом Участке Если У них Есть Такая Нужда Надевайте Наушники Примем Ещё Звонок Здравствуйте Доброе Утро Так Передумала Слушатели Вы можете Нам Перезвонить Перед Выборами В том числе Хотели Протестировать Как участки Работают Друг с другом Что Имелось Ввиду Под этим И что Получилось На выходе Ну Эта Система Была О чём Мы говорим Вот это всё Обмен Данным Да Когда Все Участки В такой Сети Типочки Типочки И что Они Могут Через Эту Систему Дать Информацию Другому Участку И Другой Участок Проверяет И даёт Обратно После Выборов Прозвучали Слова Что Потеряно Голоса Из-за Того Что Эта Система Дала Сбой Вы Согласны С этим Ну Не могу Согласиться Ну В той Мере Что У нас Был Выбор Вообще Не делать Это Или Делать Это Было Уже Очень Короткое Время Чтобы Это Вести И Если Другой Вариант Был Что Не Была Бо Такая Система Вообще Тогда Уже Если По данным Смотреть То Наверное Какие-то 4% Вообще Не Проголосовали Потому Что Вот Эти Дни Когда Работала Система Эти Три Дня За Выбором Активность Если Сравнить С Предыдущими Выборами 4% Выше Был Ну Так Что Ну Я думаю Это 3% Которые У нас Выше Активность Была На этот Раз И Связана С Тем Что Была Эта Возможность Ну Как Получилось Конечно Это Вопрос Но Когда Системы И Эти Системы Электронные Это Всегда Такой Риск Бывает То Что Может Быть Нам Помогло В это Дело Было 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 Была В законе Другая Такая Возможность Если Система Не Работает То Избирается Или Голосует В этих Регистрированных Конвертах Это Такой Случай Когда Ваш Конверт С Голосом Вы Положите В другой Конверт Там Пишем Ваше Имя И персональный Код И когда Система Опять Работает Или После Выборов То Мы Обменяемся Опять Этими Данными Но Вы Уже Проголосовали Вам Не Надо Эти На Другой Час Вы Уже Пришли Один Раз И Проголосовали Но Такой Возможности В этот Раз В законе Не Было План Б Называем Должен Быть Если Было Было Надевайте Наушники Примем Звонок Доброе утро У меня Два Вопроса Первый Как В принципе Как Рассчитывается Победитель Второй Где Можно Найти Ну Описание Жизненного Пути Кандидата Спасибо Спасибо Ну На второй Вопрос Легче Отвечать Ответить У нас На сайте Избирательной Комиссии Есть Списки Кандидатов И там О каждом Кандидате Есть Такая Информация Самое Главное Что Закон Спрашивает Ну Им Указать Это Можно Там Посмотреть Также Есть Были На участках У нас Книги С этим С этой Информацией Но Как Разделяется Мандат Это Уже Так Посложнее Рассказать Просто так Без Визуальных Материалов Но Принцип Такой Что Впервые Вообще Те Списки Которые Получили 5% И выше Те Которые Могут Участвовать В соревновании За мандат У нас На эти Выборы Только 8 Мандатов И Много Партий И Такие Разные Результаты То У нас Есть И Партия Список Которые Получили 5% Но Мандатов Не Получили Но Вообще Это Математическая Такая Метод Как Эти Мандаты Тогда Разделяются Можно Тоже На нашем Сайте Посмотреть У нас Есть Такой Образец Где Показано Ну Как Инфография Чисто Математически Это Когда Мы Делим Не Мандаты Но Дерегазимеса Это Голоса Которые Прошли Которые Прошли Каждый Список Которых За 5% Выше Получил То Они Деляются Например С Такими Цифрами 1 3 5 7 9 И Пока Вот Это Столько Сколько Кандидатов В списке Ну Потому что Да Многих Удивило Что Нового Единства 26% У Нацблока 16% 10% Разница А Количество Мест У них 2,2 В любом случае Это Потому что Этот метод Используем Это Пропорционально Мы делим Но Не так Буквально Пропорционально У меня Больше Удивило Не результаты А то Что От руки Еще Пишут В 21 Веке Мне кажется Это Такой Объем Работы Дополняется В Думаю В Участки Да Вот эти Вычеркивания Писать От руки Запечатывать Конверт Давайте Еще Голубинную Почту Запустим Чтобы Рассылали Письмо А Как Вообще Давайте Из первых уст Вот эта Ситуация С письмами Выиграла Компания Которую Должна Была Отправить Она Не Отправила Я Получила Письмо Из СГД Сразу Посидела Ровно На Половину Головы Потому что Думаю Что Опять Там Случилось Ваш Избирательный Участок Серьезно Вот Прям Сделали Мой день На самом деле Расскажите Что Все-таки Произошло И Можно ли Было Избежать Ну Как Мы Тоже Как Уже Выяснили Что Мы Не Всю Ту Информацию Знаем Как Там Было Потому что Это Не Наше Учреждение Которое Этим Занималось Но То Что Нам Рассказывали Тоже То Главное Проблема В том Что У нас В законе Покупок Да Так Можно Сказать Нет Варианта Когда Например Можно В этом Случай Когда Сумма Закупки Больше 142 Тысяча То Нельзя Ну Например Делать Другую Ну Надо Делать Конкурс Нельзя Например Там Не знаю Какую Другую Процедуру Выбирать И Ну Такая Была Ситуация Что На Этот Конкурс Участвовали Латвийская Почта И Это Другое Мероприятие В первый Раз Ну Тоже Коллеги Из Пилсер Миграции Луэта Парвел Ну Так Смотрели Что Это Ну Такая Не Очень Фирма Что Может Что То Есть Вопросы Да Есть Вопросы Ну И Партр Прервать Прервали Этот Договор Договор Не договор Япер Куму Закупку Сделали Так Еще Что Там Поправили Вот Эх Ну От Кумус На Условиях Да И Тогда Второй Раз Эту Процедуру Делали Но Опять Эта Фирма И Латвия Спаст Ну И Тогда Больше И Цены Были Меньше И Больше Не Были Возможности Что Там Не Знаю Прервать Ну И Время Тоже Уже Когда Надо Высылать Эти Письма Пришло Но То Что Наверное Может Помочь В Других Таких На Других Выборах Если Еще Будем Высылать Эти Письма То Наверное Надо Какой Изням В законе Что Вот Такие Исключения В законе Сделать Что Есть Возможность Если Это Такое Мероприятие Государственное Что Только Например Латвия Спаст Занимается Этим Делом Государственное Ощердение Вот По поводу В общем Организации Этих Выборов Конечно То Что Сменился Глава Центральной Избирательной Комиссии Конечно Здесь Тоже Были Какие-то Моменты Кто-то Критиковал Потому что Вот Верните Все На место И Все Как Было Господин Циндерс Тоже В день Выборов Выходил К нам В эфир И свое Мнение Высказывал Он сказал Что Для него Было Странно Как Просто Избирательно Наблюдать За всем Этим Со стороны Не было Момента Когда Вы думали Вот так По-человечески Что Сейчас Мне бы Его Какой-то Совет Опыт Помощь Мудрость Пригодились Звонили Всегда Так Думаю Что Хороший Совет Всегда Нужен Нет Ну Я так Не звонила Потому что Эти проблемы Две О которых Мы говорим Эти Случилось Все равно Кто бы Руководил Этим Ну так Не знаю Учереждением Да Учереждением Эти проблемы Ну Наверное Другой Так Ну Что Пил Самигра Делать И Это Случай С нашей Программой Это Не была Наша Программа У которой Была Проблема Это тоже Государственная Ну так Сказать Проблема И сроки Короткие Так что Я думаю Здесь Все равно Кто был Господин Циндерс Или я Или еще Кто-то другой Эти проблемы Были Все равно А вы потом Связывались С господином Циндерсом Обсуждали Что-то он вам Там сказал Может быть Какой-нибудь Совет Ну Какой совет Нет Ну Еще Что тут Скажешь Что Про Скажешь Люди Злые Так Сказал Мы знаем Ну Эти Выборы Такая Не знаю Ну Не знаю Ёма Что так Бывает Роль Эмоции Брызгает И потом Они утихают Так Ну Ну Это господин Циндерс Тоже Сказал Что Может быть Нужно Было Больше Коммуницировать Как вы Вообще Думаете Перед Выборами Вот этими Было Достаточно Информировано Общество Достаточно Либо Со своей Стороны Общались С помощью Сотсетей И прочего Это тоже Такое Ну Нужно Всегда Больше Информации Но Проблема В том Что Здесь Конечно Может Нам Помешало То Что Вот За Такой Короткий Срок Поменялось Поменялось Руководство Потому что Если Честно То я работала На двух Ну так У нас еще Вот этот Руководитель Информационного Отдела Мы нашли Но Там Отказались И потом Другое надо искать И уже Выборы пришли Ну Так что Нам надо было Ну Своем Как-то Информировать Столько Сколько Мы смогли Сами Ну конечно Можно Было Больше А другая Сторона Что У нас Тоже Для этого Денег Ну У нас Каждый Каждый Выбор Та же Самая Сумма И Ну Пять лет Прошло Но у нас Та же Самая Сумма Для Уважаемое Правительство Простите Пожалуйста Внимание Выбрать Все хотят А потом Информация Нужна У нас Столько Ресурсов Сколько Есть И Конечно Мы делали На фейсбуке Твиттере Инстаграм У нас были рекламы Ну конечно Это такое Одно Не знаю Сегмент Избирателей Которые пользуются этим Но у нас была еще Реклама На телевидении Латвийский телевидение Латвийский радио Ну конечно Я считаю Что Выборы Важные Собития Нужно больше Но если Больше денег Нет А вот допустим На каких-то Государственных В каких-то Государственных СМИ Ваша реклама Идет Вы за это Платить Должны Да Должны Потому что Где-то 10 Или 15 Лет назад У нас Латвийское Телевидение Делало рекламу Бесплатно Но тогда В один год Сказали Что больше Так нельзя Потому что Госконтроль Сказал Что Это не Экономично Что Они так Экономика Должна быть Экономика Что они Так нельзя Делать И что Им теперь Надо будет Нам тоже По такой же Суммы Как у всех Спрашивать Деньги Я подозреваю Что дополнительно На это вам Деньги не выделили Да Ну проще всего Не поменялось А вот Вы сказали Что не весь Сегмент Что наверное В Твиттере Фейсбуке Это дешевле И быстрее Да Достучаться Но есть И наверное Старшее поколение Которое там Еще телевизор Смотрят И в интернете Не так активно Вообще Вот этот Вы знаете Портрет Если так Просто говорить Избирателя В Европарламент Кто у нас Средний избиратель После После Выборок Мы теперь Делаем Опрос Да И будет Наверное Данные Где-то в июле И Тогда будем Знать точно Кто пришел Почему пришел И почему не пришел Но так Если смотреть С других выборок То конечно Всегда На всех выборах Те которые Все активно Голосуют Это поколение Где-то 50 60 лет Ну и Старше Они такие Ну Самые Осознательные Да Избиратели Они еще верят Что можно что-то Изменить А сами А сами Такие Которые Меньше Ходят Это юные Ну первые 18 25 Где-то Люди Они Ну Самые Так Пассивные Надевайте наушники Последний звонок Наверное Уже Успеем принять Доброе утро Доброе утро Доброе утро Скажите пожалуйста Могли бы вы ответить на вопрос Про эти 8 мандатов Каким образом это число определяется И каким документом из Европы Вот это спускается Так скажем На Латвию И наоборот Таким образом Все наши результаты Голосования Отправляются Ну Туда Скажем В центр Спасибо Наверное вопрос о том Почему у нас только 8 мандатов Ну это Во всей Европе Ну у нас 28 стран Невросоюза И тогда 751 депутат В Европарламент Эти мандаты Делаются Сколько у нас Жителей Ну пропорционально Тем Сколько у нас жителей Но как это делал Как они Это вычислили Это надо спрашивать Наверное у Европарламента А как Вот это взаимодействие между Вы отправляете Через какой день Вот с воскресенья Это тоже У меня был вопрос У нас мало времени Уже коротко Наверное Прошу прокомментировать Что были уже Чуть-чуть заранее известно Хотя мы привыкли Что уже на следующее утро Да Но в Европарламенте Должны все закончиться Во всех странах выборы В ночь на понедельник Уже известны эти выборы Официально Еще через пару дней Только тогда Вы отправляете Вот в Европарламент У нас уже все результаты В интернете Так что Тоже Ну Если официально То Когда мы принимаем Свой Такое решение Что Об этим Об этим результатам Это была Пятница Прошлая Теперь мы Вот этот Семь дней Когда можно Расспорить Эти результаты Тогда мы будем Писать письмо В Европарламент Вот Да Такие восемь депутатов У нас есть Но Провизорно уже Европарламент Бюро Европарламента Это знает И тоже О сообщил Уже Такую Официальную Неофициальную информацию Так что Они уже готовятся Ну да Первое заседание Нового Европарламента Будет 2 июля Так что Еще Чуть-чуть Время есть Им сообщите Ну будем ждать Как процесс Будет завтра И еще На следующей неделе Да У меня наверное Еще один вопрос Будет Я думаю Последний уже Сколько Часов Работали В комиссии Ваши работники Во время выборов Какой у них был Вообще график Думать на участок Да На участок Ну это Те часа Которые Были В законе Три часа Три часа Три часа И восемь Тогда Десять Ну сколько там Получается Четырнадцать И тогда Конечно Еще целый день Выборов Ну вообще-то Много получается Где-то Пятьдесят часов Можно вместе И считать И там еще Другие дни Когда Ну там Дежурный режим был Ну в общем За четыре дня Недельную Недельную График Работа Ну да Поэтому я точно Тоже знаю Что это очень важно Это зарплата Ну нельзя так Чтобы люди Просто Ну мы Сидели Конечно По десять часов Да По десять часов И там Все эти жалобы И всякие люди А потом еще выходишь Да И читать Да Опять что-то Сделать И результаты выборов Скоро на вас повесят Подождите Вы сейчас будете Как-то ситуацию Прям вот Вопрос ребром Как называется Ставить Как Что нам нужно Либо платите Либо мы уходим Как сами Выборов Ну я думаю Что до такого Не дойдет Но да Конечно Я очень надеюсь На свои коллеги В центре избиркома Которые Тоже Из партии Да И что они Все Пойдут И тоже Своим коллегам Будет рассказывать Почему это так важно Что нам надо Финанс Нам надо Чтобы закон Был уже принят Заранее Чтобы мы могли Подготовиться И хорошо подготовиться Спасибо Глава центральной Избирательной комиссии Кристина Берзин Была у нас в студии